Здравствуйте, друзья! В продолжение темы выбора брокера я сделал табличку такую небольшую. Вы офигеете просто. Я сам просто обалдел, насколько просто и красиво все получилось. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот посмотрите, что я придумал. Простая вообще, но обалденная, я сам обалдеваю. Смотрите, сумма активов на счете, количество сделок за месяц, средняя цена сделки, примерно, да, и всего сумма сделок, это уже считается, да, здесь надо желтым, то, что желтым цветом нельзя менять. Вот всего, скажем, три цифры, которые можно менять и которые ставят все на свои места. Смотрите, если у вас активов на счете 10 тысяч, количество сделок в месяц, там, 2, и, ну, пока еще фондовый рынок будет еще валютный и срочный. Смотрите, 2 сделки, средняя цена сделки 10 тысяч рублей, ой, нет, на 10 тысяч рублей, мы, значит, на 5 тысяч рублей, средняя цена сделки, ну, купили два актива, например, да, смотрим, в открытии вы за это заплатите за месяц 295 рублей, в финаме 177, у Тинькова инвестиции 129 рублей, у Тиньков трейдер 593 рубля. Вот, соответственно, значит, если мы кладем на счет 50 тысяч рублей, вот, у Тинькова, у открытия при тех же условиях 5 рублей 70 копеек в месяц, комиссия, у Финама те же самые 177 рублей, у Тинькова 129, Тиньков инвестор, и Тиньков трейдер 593 рубля. Вот, соответственно, ну, если количество сделок будет, например, 100, то есть кто-то, там сказать, там 50 тысяч, кто-то на фондовом рынке решил, ну, трейдерством заниматься. Вот вам, пожалуйста, суммы. У открытия 285 рублей за месяц, Финам 4 130, соответственно, то есть я все вот эти вот, учел все цифры, которые есть, и просто рассчитал. Можно проверить, если кто-то из дилеров посмотрит, брокеров посмотрит на эту табличку, то вот как бы я думаю, что им тоже будет полезно. Вот, посмотрите. Давайте 49 тысяч рублей вот на счете. Сразу о открытии 295 рублей минимальная сумма комиссии в месяц, потому что от 50 тысяч брокерский счет становится бесплатным. Вот 50 тысяч. Почему я и говорил, что открытие для тех, у кого много денег, он позволяет работать. То же самое, я планирую продолжить эту табличку и для фондового рынка, и для срочного рынка, и для валютного рынка. Вот. Но давайте вот просто, что я хочу сделать, я хочу сделать, ну, например, да, стратегию такую, скажем, 10 тысяч рублей у нас, и мы начинаем вносить, куда их, финам, финам, и мы начинаем 10 тысяч рублей вносить, две сделки в месяц по 5 тысяч рублей. Пожалуйста, получается, финам дешевле, но если кто-то хочет в Тинькове то же самое делать, накапливать деньги, то, пожалуйста, вот он, Тиньков вам. Вот. И дальше я планирую, что, значит, пополнять этот брокерский счет по 5 тысяч в месяц, то есть, следующий месяц будет 15 тысяч, вот, и, соответственно, будет одна сделка еще на 5 тысяч рублей. Вот, вы в следующем месяце заплатите вот столько денег. Следующий месяц уже будет 20 тысяч на счете, и то же самое одна сделка. Вот столько вы еще заплатите. Получается, что в Тинькове накапливать деньги немножечко интересней. Вот, соответственно, ссылку на Тиньков инвестиции я вам скину, если хотите, на финам тоже будет ссылочка. Вот, но после того, как мы накопили здесь 50 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, то, собственно говоря, вы видите, что дальше накапливать уже гораздо выгоднее в открытии становится. И в открытии, кроме того, ну, а если сразу, есть 70 тысяч рублей, например, вот для открытия модельного портфеля, вот, пожалуйста, открытие модельного портфеля, там будет в районе 10 сделок сразу, потому что при открытии мы сразу его формируем. Вот сколько вы заплатите за формирование модельного портфеля сразу, и у других брокеров, и у других брокеров, соответственно, вот такие же суммы будут. Я думаю, эту табличку, блин, она получается настолько хорошая, что бесплатно я ее не буду раздавать. Вы уж извините, ребята. Вот, но использовать я ее буду. Я хотел быстренько поделиться просто вот такой табличкой, которую я придумал. Мне кажется, идея прекрасная, и оставайтесь на моем канале, будет много всего интересного. До встречи, друзья!